Всем привет, дорогие друзья! В эфире RainGameStudio. Сегодня у нас день третий, мы говорим про звук. И в конце видео, если кто-то дотерпит, дослушает, то еще будет небольшое такое размышлятельное... Почему ОЕ? Небольшой такой размышлятельный кусочек для небольшого интерактивчика с вами. И сегодня мы с вами поговорим на тему звука. Мы уже в уроках наших разговаривали на эту тему. Сегодня у нас дневники разработки. То есть я поделюсь некоторыми мыслями по поводу того, как мы работаем со звуком в наших проектах. Ну, конкретно в данном последнем конкретном проекте. Тут возникла у меня мысль по поводу того, что в большинстве своем не всегда разработчики озабочиваются тем, чтобы сделать звук максимально реалистичным. И вот один из таких нюансов... Недавно он прочитал статью, что... Ну, сейчас очень модная такая штука, raytracing, да? Все наверняка уже слышали. Типа дофига офигенное освещение получается. Это работает, это замечательно. Правда, пока еще не повсеместно, но тем не менее. Так вот, сейчас разработчики движков и аппаратного обеспечения озаботились тем, чтобы заниматься не только освещением, но и звуком. Так называемой аудиотрассировка, так называемая, которая как раз-таки должна на аппаратном уровне просчитывать то, как звук отражается от стен, поверхностей, как он перекрывается этими поверхностями и так далее. Пару лет назад я находил библиотеку от DirectX в виде расширения для Unity, которое позволяло делать то же самое. Но перед тем, как начать работать над собственной системой, я подумал, что зачем изобретать велосипед. Я возьму действительно вот эту наработку DirectX и просто использую ее в своем проекте. И я сильно был удивлен, потому что я не смог ее найти. По крайней мере, у вас эта история тишина, и Яндекс с Гуглом тоже молчали, как рыба облет. А так как свой сайт я уже ушатал, а новость об этом была на моем сайте, естественно, найти первоисточник я не смог. Поэтому решил написать свою дико кастрированную и упрощенную, которая построена на снимках аудиомиксера... Микшера, простите. Аудиомикшера Unity. Что такое снимки? Я думаю, если кто-то из вас работал с микшером, знает, в принципе. Если кто-то не знает, то это система, которая позволяет сохранять состояние каналов, а именно их уровней, эффектов на них положенных, уровней этих эффектов. Ну, такие вот вещи. Именно служебный настрой. И, соответственно, переходить от одного снимка к другому. Либо моментально резко, либо плавно. Вот у меня реализовано это с помощью плавного переключения. То есть вот у нас есть микшер. У него есть три снимка на три комнаты. То есть у нас есть типа ванная, спальня, кухня. Ну, правда, в данном случае это вот совершенно такой абстрактный... Я даже не знаю, почему абстрактный. Абстрактная такая локация, в которой, естественно, нет ни ванной, ни кухни. Но, тем не менее, игра думает, что они тут есть. Здесь размещены триггеры, которые как раз-таки отвечают за... Это, то есть вот на них висит коллайдер, который говорит, в какой комнате они относятся. То есть каждый из этих кубиков. И в одном из них расположен звук, который, собственно, поет. Есть скрипт, который отслеживает положение персонажа и, соответственно, реакцию его на вхождение в один из триггеров. Почему его? Реакцию игры на то, что игрок входит в один из триггеров. То есть на триггерах висит скрипт, который замечает, что в них что-то вошло, проверяет, не игрок ли это. Если игрок, то оповещает систему контроля за состоянием игры о том, что игрок вошел в такое-то помещение. И игра, соответственно, уже принимает какие-то решения по этому поводу. Ну и давайте просто послушаем, посмотрим, как это работает. То есть вот у нас персонаж находится в этой комнате, звук играется вот здесь. Мы его слышим глухо-тихо, ну в 3D, понятно, там настроено просто, ну источник звука настроен, чтобы он был в 3D, чтобы было слышно, где он. По мере того, как мы будем перемещаться из помещения в помещение, звук будет более явным. Какие у этой системы есть недостатки? На данный момент времени недостатки в том, что слишком резко их происходит. Ну то есть оно, конечно, плавно, но не совсем реалистично. И недостаток в том, что система никак не учитывает наличие дверей и, соответственно, их состояние, открытость-закрытость. Именно этот вопрос я планирую решить буквально в ближайшие пару дней, потому что, в принципе, это не критично и не сложно, добавить пару переменных в состояние именно. Но в целом система работает. Работает хорошо. Вопрос. К вам небольшой вопросик, господа, товарищи. Был ли у вас опыт в реализации чего-либо подобного? И если был, то как вы это сделали? То есть, опять, я не исключаю того варианта, что я нахерачил какой-то костыль. Ну то есть, я попытался найти готовое решение, у меня не получилось. То есть, я написал свое. В принципе, у меня вообще такая проблема. Я хронически пишу свои решения для всего и вся, поэтому ничего удивительного. Однако же, однако же, буду прям с упоением читать варианты того, как это можно было бы сделать грамотнее, проще, интереснее и так далее. Код я вам сейчас показывать не буду, потому что там коды на три строчки, там пара классов, один event manager, пара слушателей и, собственно, просто команда для переключения между снэпшотами в случае удовлетворяющего условия события. Поэтому тут без кода, как бы это все вопрос 10 минут написания. Вот. И еще хотел с вами поговорить на такую темку, да, как я говорил в самом начале. Итак, если кто-то досмотрел до этого момента, то, собственно, хочется узнать ваше мнение. Не так давно я столкнулся с мыслью. Как столкнулся? Просто я с ней проснулся в какой-то прекрасный день, такой, думаю, надо проверить. И решил пощупать Unreal Engine. Я работаю в Unity последние лет... Господи, 7-8? Нет, наверное, поменьше. Нет, наверное, все-таки 7-8 где-то лет, да, я работаю в Unity. Кстати, еще начиная с четвертой версии я с ним ковыряюсь. И как бы особо больше ничего и не щупал. Щупал CryEngine, не понравился. И, по-моему, щупал... Еще движок Skyrim пытался щупать, тоже не понравился. А тут вдруг вот подумал, что есть смысл попробовать пощупать Unreal Engine. И, значит, я его запустил. Ну, сначала он, конечно, меня огорчил в некоторых местах своей, так сказать, недружелюбностью и не совсем подготовленностью к использованию. То есть пришлось немножко потанцевать с бубном. Но, тем не менее, в результате он заработал. И это, я думаю, хороший знак, то, что он все-таки заработал. И заработал он хорошо. Я не сделал ровным счетом ни хрена. Я открыл стандартный проект, который предлагается при старте для игры от третьего лица. То есть там небольшая локация. А что я рассказываю, я могу показать, если вы не видели. Так вот, вот у нас все загрузилось. Грузится эта хреновина, конечно, значительно дольше Unity при прочих равных. Но зато, что мы получаем на выходе. На выходе мы получаем, во-первых, достаточно шуструю отработку непосредственно в редакторе. То есть при прочих равных в Unity при таких же условиях я получил бы все-таки не такую плавную картинку. Были бы проседания FPS. После того, как мы бы это все дело скомпилировали, естественно, все было бы опять гладко. Но именно в самом редакторе Unity все-таки работает достаточно, ну, скажем так, с погрешностями. Тут же мы, опять-таки, из редактора видим достаточно плавную картинку. И здесь, по всей видимости, постпроцессинг накручен по умолчанию, потому что, ну, сама по себе графика достаточно приятная. То есть здесь нет у нас никаких лесенок. То есть везде есть, видимо, анти-алиасинг. Какой-то есть небольшой Ambient Occlusion, возможно. То есть совсем минимальный. Но, тем не менее, тени приятные, свет приятный, лесенок никаких нет. И все смотрится хорошо. В Unity в последних версиях тоже, конечно, стало все уже приятнее смотреться. Но, тем не менее, вот если прям сравнивать, то для того, чтобы получить такую же картинку, придется накинуть пару фильтров в Unity. И вот тут вопрос. То есть я, естественно, ни хрена еще здесь не делал. Я не писал скриптов, я не пытался делать больших проектов. Это все предстоит еще впереди. Я решил это для собственного, так сказать, развития попробовать. Конечно, написание скриптов на плюсах немножко отпугивает. Потому что я на плюсах пишу только под микроконтроллеры. Там вообще своя атмосфера, так сказать. А что-то серьезное на плюсах не писал никогда. Но знаю, если вдруг сейчас кто-то захочет написать в комментариях, обязательно напиши в этом в комментариях вдруг, что под Unreal можно писать на C Sharp. Но это не совсем нативная его функция. То есть это плагинчики, которые ставятся поверху, которые позволяют писать на Sharp. И да, все здорово. Но я бы все-таки хотел, если учить, так учить по-человечески. И вот у меня к вам вопрос. Вы наверняка работаете с различными движками. Хотя, конечно, думаю, подавляющее большинство из моих зрителей все-таки работает с Unity, потому что у меня все видео про это. Но, тем не менее, кто-то из вас наверняка работал с CryEngine, либо Unreal. И, соответственно, ваше мнение, мне очень интересно, что вы думаете по поводу того, какой движок лучше, какой хуже. Это не ради Холивара ни в коем случае, а именно из опыта вашего общения. Потому что те, кто работают с Unreal, будут говорить, что Unreal прекрасен. Те, кто работают с CryEngine, будут говорить, что он прекрасен. И так далее. Мне важно именно мнение в том случае, если вы работали с несколькими движками достаточно долгое время, а не так, что просто запустили Unity, такие, а, говно какое-то, пойду в Unreal. Запустили, о, вот здесь классно, останусь тут. Нет. То есть, если вы работали в Unity какое-то долгое время, поработали в Unreal какое-то долгое время, чтобы у вас было объективное мнение на этот счет. Поделитесь им. Очень интересно, есть ли вообще смысл дергаться. То есть, это не для того, чтобы прям пересесть в звездкан движок, забросить все, что делалось раньше. Нет, ни в коем случае. Просто для расширения собственного инструментария. Ведь если вы умеете пользоваться не только молотком, но еще и отверткой, вы можете сделать в два раза больше интересной работы. Правильно? Правильно? Вот, на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Буду с удовольствием читать ваши комментарии. И увидимся в следующем видео. Всем пока.